По импортозамещению это вопрос номер один. Мы очень серьезно разговаривали с президентом России, вы знаете, совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать. Мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать, по сравнению с этой махиной, которую мы имеем, Беларусь-Россия, совсем немного, не буду называть цифры. Мы понимаем, что для нас самое важное направление в импортозамещении это полупроводники и прочая инновационная продукция. Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать. Нет. Но нам надо достичь того уровня, который в этой части с этими микросхемами, микрочипами имеет мир. Но многое мы производим. Мы производим практически все, но немножко ниже уровня. Ну, как я говорю, что ну хорошо, не будем ездить в это время на Мерседесах. Но пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать Лады, москвичи. А что плохого? Это уже не те москвичи советские, естественно. Но, может быть, еще и не Мерседесы. Придет время, будут у нас и свои Мерседесы. И на это время много не надо. Все-таки то, что здесь работали иностранцы, крупные компании, они оставили очень высокий уровень квалификации. И наши люди многому научились. Нам надо время для того, чтобы заместить этот импорт. Что мы и делаем. Но если говорить о легковых грузовых автомобилях, то в Беларуси, слава богу, мы иностранцев не звали к себе. А если и звали, то только небольшой пакет акций. А контроль был за нами. Поэтому уход... Я как-то вот не замечаю такого даже разговора, что у нас кто-то ушел, и мы ахнули. У нас этого нет. Мы ставку делали на свое. Мы не торопились все и вся приватизировать, вы это знаете. Может быть, вам, как молодому губернатору, не совсем нравится государственная собственность. Все почему-то считают, особенно молодые в России, что обязательно надо все приватизировать, и все будет хорошо. Как показал опыт, увы, не надо торопиться. Надо, значит, надо. Не надо, ну так зачем? Что, государственные компании хуже работают? Нет. А эффективность от них для самой страны и для народа гораздо выше. Потому что какой бы ни был участник, я за ними тщательно наблюдаю. Все равно он смотрит в свой карман. Экономика таким образом управляема. Еще раз подчеркиваю. Да, нам надо импортозамещение. Но нам надо импортозамещение по отдельным небольшим позициям, даже не отраслям, а позициям, чтобы конкурировать на наших рынках в России, Китае, в других странах.